Это все пришлое к природе, и учит апостолу мертвить, делая принуждение поврежденной природе, чтобы, состоя под управлением Духа, она не выступала из пределов своих. И Спаситель, когда сказал, что подвижнику лучше хромому или бедному улучить царствие, не отсекать члены им созданное повелел, а не делать их орудиями греха. 158. Желающий подвизаться ради Христа должен приобрести себе такое вооружение, чтобы ему быть в состоянии противостать дьяволу, и благо угодить Спасителю нашему. «Именно. Вместо брани восприими, подобно горчичному зерну, веру в единосущную и нераздельную троицу. Как горчичное зерно совершенно круглое и как бы самодвижно, так самодвижной да будет и вера твоя. Движение веры добродетели. Иные имеют веру, но не имеют дел. Это не вера, потому что мертвы, как сказано, вера без дел мертва. Кто имеет веру и делает дела веры, то вера как самодвижное горчичное зерно. И ее приобрети, и будь здрав и невредим в вере, горя произволением к заповедям Спасителя нашего, чтобы и тебе услышать от него, добрый верный раб. Войди в радость Господина твоего. Благимно именовал его Господь за дела, а верным за веру. 160. Вместо шлема восприими упование будущих благ, которых око не видело, ухо не слышало, на сердце не приходило, в которые ангелы желают проникнуть. 16. Упование это подает тебе крепкое утешение в злостраданиях и скорбях, и памятование того возвеселяет тебя. 17. Ему внимали блаженные христовые мученики, которые среди острых, среди страшных и разнообразных мучений, среди жаркого огня, эту вожделенную надежду имели перед очами своими, а поэтому охотно и с благодарностью терпели все, чтобы только получить уповаемое. 18. Это упование всегда непрерывно имей перед очами своими, чтобы желание уповаемого не дозволяло тебе помышлять о чем-либо непостоянном. 19. И сверх того возбуждало в тебе готовность ко всякому делу благому. 20. Вместо пояса припаяшься совершенной любовью к Богу и ближнему. 21. Любовь сделает, что потечешь и не встретишь препятствий. 22. Припаяться на и через все удобно и беспрепятственно переходит, тем более припаяться на и любовью удобно проходит всюду. 23. Ибо любовь, как сказано, все покрывает, все терпит. 24. И ею преисполненный святой Павел говорил, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспоминялся. 25. Видишь сострадательность и силу любви. 26. Вместо обуви восприми смиренно-мудрие, как обувь опирается ногами. 27. Так и приобретший смиренно-мудрие так себя держит, что когда все попирают его, он почитает это невыходящим из порядка вещей. 28. И ты, брат, приобрети смирение. 29. Эта обувь не телесная, но духовная. Она предохранит тебя, да не приткнешься о камень ногой и твоею. 29. Блаженный Давид, приобретший смирение, сказал, я черь, а не человек. 30. Посмотри, как Бог любит смирение, как много приближается к приобретшему он ее, и всегда презирает на него. 31. Ибо написано, на высоких живые и на смиренных презирающие. Псалом 112, 5. И еще, очи его на нищих презирают, слыша о нищем разумение обнищавшего имением, потому что многие цари благоугодили Богу, и многие бедные погибли. 32. Но нищим называет нищего духом, посказанному блаженно нищие духом, ибо есть есть Царство Небесное. 33. Вместо счета ограждай себя крестом честным, запечатлевая им свои члены и сердца, и не рукой только полагай на себе крестное знамение, но и в мыслях запечатлевая тем всякое свое занятие, вхождение и схождение свое, сидение и восстание свое, и одр свой. 34. И какое ни проходишь служение, прежде всего во благословение, знаменное себя крестом во имя Отца и Сына и Святого Духа. 35. Весьма мощное орудие это, и никто никогда не может сделать тебе вреда, если огражден ты этим оружием. 36. Если и тому, кто носит печать Царя земного, никто не может сделать зла, то насколько более никто не в силах состязаться с нами, когда носим на себе такую печать Великого Небесного Царя. 37. Этим орудием всего чаще действует, брат, потому что сильно противостоит оно стрелам врага. 38. Никогда не забывай ограждать себя крестом и расторгнешь все эти, какие скрыл для тебя дьявол, ибо написано на пути этом, по которому уходил, скрыли все эти мне. 39. Запечатлевай себя всегда крестом, и зло не прикоснется к духу твоему. 40. Вместо лука простерил руки свои на молитву, как написано, и положил лук медян мышцы мои. 41. Салон 17.35. 41. Ибо действительно, лук медный на врагов, руки, простертые в молитве, приносимые в ведение, это стрела метко пущенная на тянувшем лук. 42. Если позволишь скитаться по мыслу, то уподобиться человеку, который держит в руках лук, но не умеет наметить стрелу в противника и пускает ее на град. 42. Испугает ли, когда врага твоего этот удар, если держишь в руках лук, и не в него, а наугад пускаешь стрелу? Немало. 43. Только когда молится кто с ведением, не позволяет скитаться по мыслам, и разумеет, кто он, и кому предстоит, и с кем беседует, молитва приближается к Богу, и враг сильно страждет, как пораженную стрелой в сердце. 44. Тогда душа по благодати Божией более и более преуспевает, а враг бежит, как прах пред лицом ветра, гонимый ангелом Божиим. 45. Вот почему заставляет страдать врага, кто молится с ведением и мужественно подвизается, пленяя свой помысл. 46. Молись с ведением, с сознанием, кому и о чем молишься. 47. Если во время молитвы что-нибудь или посредством мочей, или по другой какой причине рассеивает ум твой, то знай, что это дело врага, и не спеши оканчивать молитву свою, 48. Но осудив самого себя, снова собери умство, и тогда уже молись с ведением, чтобы знать тебе, о чем просишь ты Бога и для чего просишь Его, и чтобы не говорить тебе напрасно лишнего и не многословить. 49. И это дело сатаны, что устремляет помыслы, как стрелу, пущенную наугад, и не дает человеку удержаться в том, в чем он озабочен. 50. Ибо знает, что если человек продолжит молитву свою, то сотворивший его услышит его, хотя бы он был тьмо-чисто и нагрешен. 51. Поэтому-то враг вводит его в многодумание, чтобы помысл улетал, как стрела, пущенная на град. 52. И бывает, что руки его простерты на молитву, но язык говорит одно, а ум помышляет и воображает иное, на посмеяние врагу. 52. Поэтому, брат мой, проси Бога всегда о том, что особенно потребно и в чем особенно есть нужда, и почувствуй этой нужды. 53. Посмотри на двух слепцов Иерихонских. 54. Вопияли они Господу, помилуй нас, сын Давидов. 55. И когда Господь спросил их, чего хотите, чтобы я сделал вам, они с болезнью и с кинанием сердца своего просили, чтобы нам прозречь. 55. Не сказали, дай то и то, ибо мало ли у них было нужд, но просили то одно, в чем крайне настояла нужда. 56. Посмотри на Хананьянку. Что вопьет она вслед Господа? Помилуй меня, Господи, ибо дочь моя беснуется сильно. 57. Не сказала ничего другого, кроме болезни сердца своего. 58. Подобно и все, приходящие к нему, не болезни ли сердца своего, высказывали перед ним. 58. Если больной приходит к врачу, то не показывает лишь, что болит у него. 59. И ты, брат мой, представь Богу болезнь души своей, взирая же на него при помощи веры мысленными очами, 60. Чтобы по написанному видеть сидящего на престоле высоком и превознесенном, 61. Предстоящий ему воинство ангелов-архангелов, и повершись пред благостью его, излей перед ним прошение свое. 61. Сперва исповедуй грехи своих, а потом уже возвещай перед ним глаголы свои или скорбь свою, да умилосердится по благости своей, и излеет на тебя щедроты свои. 62. О, душа! Велика вера твоя, да будет тебе, как ты желаешь. 63. У кого просвещены и всегда отверсты умные очи, те в точности знают, что не собственно своей крепостью, но непобедимой силой Божией избавляются они от соблазнов лукавого. 63. Свобода, возможная человеку, состоит только в решимости или нерешимости противостоять дьяволу. 64. При возможности же такой противице не имеет он совершенной власти над страстями. 65. Если б человеческая природа и без всеоружия Духа Святого могла противостать козьмим дьявольским, то Господь не заповедал бы говорить в молитве «Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». 65. Итак, кто хочет избавиться от рожженных стрел лукавого, подобиться бесстрастии и стать причастником божественной славы, 66. Тот с ненасытным расположением, всем сердцем и всей силою довзыскивает всегда помощь и свыше, чтоб с ее пособием побеждать в страсти и через такое неопустительное побеждение достигнуть в область чистоты, без которой никто не увидит Господа. 66. Старайся быть неукоризненным чадом Божиим и войти в тот покой, куда предтечью из-за нас вошел Христос. 67. Старайся быть написанным в небесной церкви вместе с первородными, старайся зайти в горний Иерусалим, где и рай сладости. 68. Но, веды, что не сподобишься этих чудных достояний, если не будешь день и ночь проливать слезы, как потоки, подобно святому, который говорит, 69. Омывая на всякую ночь постель мою, слезами моими орошаю, разве не знаешь, что сеющие со слезами пожнут с радостью? 69. Поэтому пророк и говорит, слез моих не примолчи, и еще положил слезы мои перед тобою, ибо в обетовании твоем еще были слезы мои для меня хлебом день и ночь, и питье мое растворяю слезами. 70. Слезы, проливаемые в ведении с великой скорби при чистом воспламенении сердечных внутренностей, суть душевной пищи, небесный хлеб, питающий души для вечной жизни. 71. Как есть это видимое небо, называемое твердью, так превыше его есть другое, невидимое телесными очами, святозарное небо, где полки ангелов. 72. Там нерукотворенное скиние, в которой святые ангелы совершают свою службу. 73. Все это божественно, неизреченно, светоносно и принадлежит не этому веку наимному миру, где нет ни ночи, ни лукавых духов, ни браний. 74. Но поскольку не всякому, кто бы то ни был, позволяется внутренним оком видеть небесное, то для этого подобно некой завесе поставлена тверчь, чтобы им оттуда можно было не просто всех созерцать, но только тех, которые чисты сердцем и освящены в уме, а одних сограждан и сатаинников своих. 75. А когда завеса будет снята, тогда открыто будет праведным. Что ожидает праведных? 76. Молитва, совершаемая протяженно, с болезнующей душой, с напряженным умом, восходит к небу. 76. Как вода, пока течет по ровному месту и пользуется большим простором, не поднимается на высоту, а когда руки водопроводов, преградив ей течение внизу, сгнетут ее, тогда стесненная, скорее всякой стрелы, стремится, 76. Так и ум человеческий разливается и рассеивается, пока пользуется большой вольностью. 76. Когда же сокрушение и болезнование сердечное стесняют его, тогда в прекрасном этом угнетении воспаряет она горе и высылает чистые к Богу и усиленные молитвы. 77. Что молитвы со скорбию, высылаемая, особенно бывает услышано, об этом свидетельствует пророк, говоря, 78. Когда по скорби мою воззвал, ты услышал меня. 79. Итак, будем раздражать совесть и возбуждать в душе скорбь памятью о грехах, чтобы сделать ее достойной услышания, трезвенной, бодрственной, способной воплями своими досягнуть до неба. 79. Ничто не отгоняет так от нас леность и нерадение, как болезненное чувство и скорбь, которое собирает ум воедино и возвращает его в себя самого. 80. Кто так скорбит и молится, тот после молитвы состояние будет водворить в душе своей великую отрадность. 80. Как стечение облаков сначала делает воздух мрачным, а когда пойдет из них дождь, и облака утратят одно за другим скопившиеся в них пары, тогда снова воздух делается чистым и ясным. 80. Так и душевная скорбь, пока заключена внутри, омрачает наш помысл. А когда истощит себя в молитвенных словах слезами и выйдет наружу, тогда производит в душе большую ясность, низводя в ум молящегося, подобно некоему лучу, мысль о Божьей помощи. 170. Хочешь ли молиться нерассеянно, сделай, чтобы молитва твоя исходила из глубины души, как дерева, пустившие корни вглубь, если принимают в себя и тысячекратные прирожения ветров, не ломаются и не могут быть вырваны, потому что корни твердо укреплены в земной глубине. 17. Так и молитвы, высылаемые из самой глубины души, как надежно укорененные, простираются в высоту, и никакое прирожение помысла не может совратить их. 17. Пример этого подает нам пророк, говорящий о себе. 18. Из глубины его звал к тебе, Господи. 19. Осматривал я оружейную победоносцев, вникая, какое оружие облегшемуся в то доставляет решительную победу. 20. Много оружия представилось там зору моему, и каждым из них можно одержать блистательную победу. 21. Во-первых, видел я чистый пост, этот меч, который никогда не притупляется. 21. Потом видел девство, чистоту и святость, этот лук, с которого острые стрелы пронзают сердце лукавому. 22. Видел и нищету, с пренебрежением, отвергающую серебро и всякое имущество, эту броню, которая не допускает до сердца изощренных стрел дьявольских. 23. Заметил там любовь, этот щит, и мир, это твердое копье, от которого трепещет сатана и обращается в бегство. 24. Видел бдение, этот панцирь, молитву, эти латы, и праведность, эту легкую военную колесницу. 25. Но рассматрив все эти вооружения и домышляясь, какое из них всех тверже увидел я плод смирения, и нашел, что ничего нет тверже его, потому что никакое вражеское оружие не может пробить его, и лукавый не в силах взять его приступом. 26. Поэтому, если желаешь одержать победу в брани, которую ведешь ты, то ищи себе убежище за плотом смирения, там укройся и не оставляй этой ограды, и не уловит тебя в плен хищник. 27. Не полагайся вполне на другие свои оружия, чтобы не поразил тебя лукавый. 27. Советы подвижникам, страница 478. Второй том «Добротолюбие» Ефрема Сирина. 28. Начало монашеского отречения – бояться Бога. 29. Небогобоязненный же монах во дворица вне врат Божия Царства. 30. Начало доброй жизни монаху – ведение Бога. 30. Неведение же Бога омрачает душу монаха. 31. Доброе наследие монаху – целомудрие и святыне. 31. Лишается же наследства отцов монаху, у которого нет их. 32. Подвиг для монаха – изучение Писаний и исполнения заповедей Божиих. 33. Монах же, не занимающийся этим, неподвижник. 34. Пища монаху – творить волю Божию. 35. Пища же, чувственная, не поставит монаха перед Христом. 36. Но в чрево вмещается и ахидроном исходит. 35. Матфея 15, 17. 36. Стопа монаха, движущаясь чинно, достирает с собой церковные ступени. 36. Но до ней приходит она из дома в дом бесчинствуя. 37. Совет у монаха пусть будет с разумными. 37. Совет же неразумного, да не стеляется сердце его. 38. Монах, бодрствующий в псалмах и пениях и песнях духовных, 38. Отгоняет от себя ночные мечтания. 39. Монах же, который, надмиваясь своими добрыми делами, спит, плетет паутинную ткань. 39. Мужественный монах крестом Христовым избегает дьявольских сетей. 40. Монах, оземленившийся и к земле склонившийся, 41. Во всем поступает по-сатанински, противлением заповедям, лукавствам и самоугодиям. 40. Мысль у монаха да будет всегда занята добрыми делами. 41. Упражнения монаха – благочинные помыслы. 42. Бодрственность монаха укращает нечистые помыслы. 43. Возделывание монаха – добрая душа, приносящая плод по-евангельски. 44. Возделывающий ее монах первый вкушает от плода ее. 45. Бессмертная сила в монахе – нестяжательность, несущая крест. 45. Сребролюбие же пагубно для них, ибо заграждает для них Царство Небесное. 46. Добрый дар монаху – девство, которое с ильей на колеснице возносит его на небо. 47. Сила девства – воздержание в пище. 48. Монах же, упивающийся, сквернит плоть свою. 49. Слезы, проливаемые из очей, древо жизни, возвращаемые в высоту смиренно-мудрее. 50. Приобретший это монах соберет добрые плоды. 51. Монах, который всем разглашает о даре своем, возбуждает омерзение и услышит от Господа – ты уже воспринял награду твою. 51. А кто стыдится рассказывать, тот получит мзду от Господа, ведущего тайное. 52. Воззывая Божие Богу, не превозносись, монах, но, молясь Господу, говори – твоя от твоих приношу тебе, владыка, и у тебя только ищу избавления души. 53. Монах, который с чистым сердцем совершает ночные молитвы, слышит Господь монаха. 54. Днем же соделывает его светлым, как день, и ежедневно все более и более являет его светлым. 55. В гордыне монаха не почиит Господь, смиренно мудрее же его почиит Дух Святой. 56. Хитон монаха не тканый, а духовный. Во всякое время да будет не очернен. 57. Такой монах в полуночи с женихом войдет в чертог. 58. Встретине монаху, жениху припаси, монах, елея, ибо если тогда нечего тебе будет подлить в светильник, чтобы горел ясно, 58. То останешься вне чертога с юродивыми девами. 59. Жизнь монаха в подражании ангелам да будет попалящую грехи. 60. Она должна быть непрестанным благоплодием кающегося. 61. Жизнь монаха дополагает печать умерщвления похоти на все члены его образец для него жизни и анок предтечи. 62. Буря бесовская добежит от монахов. Тишина же ангельская далекует у них. 63. Когда находит буря бесовская, держи, монах, раздражительность твою, потому что жизнь монаха всегда должна носить одежду кротости и терпения. 63. Монах, горящий духом ревности по Богу, прогоняет бесов, а монах из соперничества гордостного, соревнующий брату, привлекает к себе дьявола. 25. Солнце да не зайдет во гневе твоем, и беспорядочный крик, исходящий из раздраженной гортани твоей, да не возмущает братьей. От слышания песнопений не отказывайся, потому что это ангельское песнословие. Шума же бесовских зрелищ, бегай, потому что это бесовская прелесть. 26. На теле твоем всегда добудет крест Христов, в сердце же страх Божий. 27. Безмолвие с чистым сердцем намощает монаха Елеем Духа Святого. 28. Добрый нрав порождает братолюбие и гонит прочь ссору. 29. Сочетавшийся с Господом, не предает себя дьяволу, чтобы не быть постыженным в брачном чертоге. 30. Необоримый щит монаху ангельское пение в устах его, смерть же ему сон, любезный более пение. 31. Сокровище монаху произвольна нищета, облеченный в нее монах божественен. 32. На небе собирай себе сокровище, потому что нескончаемы веки наслаждения. 33. Ум твой да будет всегда занят божественными писаниями. 34. Дверь твоя пусть будет заперта нежелезными запорами, но заграждена краеугольным камнем в трезвении, возглашаемым именем Господа Иисуса. 35. Чудным делается лицо монаха в молитве, и следы бывшего у него отселя веселья духовного приводят в веселье все множество монахов. 35. Монах, небрегущий от чревия и нелюбящий винопития, делается равноангельным. 36. Неописанная красота, сияющая в душе монаха, девство. 37. Самое же гнусное лицо у него по осквернению девства. 38. Всего хуже для монаха падение в грех. 39. Он у него поедает все добро, как огонь солому. 40. Монах, поправший мир, делается собеседником Христу, а опутавшийся мирскими делами неугоден, бывает, воеводе Христу. 40. Монах не сребролюбивый, самый верный проповедник Царствия Небесного, а недугающий сребролюбием, человек злосчастно погибший. 40. Украшение молодого монаху целомудрия, обладающее неомраченным девством. 40. Драгоценность для монаха – послушание. Кто приобрел его, тот услышан будет Господом. 40. Слово благо дотрыгает монах, и устами своими доглаголит словеса Вышнего. 41. Монах да восприимет на себя произвольный голод, чтобы смирить земное тело и возвысить небожительницу душу. 42. Монах да вещает словеса истины, и ложда будет изгнана из уст его. 42. Слыша жесткое слово, не приходи в запальчивость, но смирись, потому что, став посредником мира, приимешь вечную награду за мир и наречешься Сыном Вышнего. 43. Лес страшен диким ослам, таков да будет и монах для похотных помыслов. 44. Монах, разрешающий не во время пост, то же, что подкапывающий основание столпа, в котором живет. 45. Что вихрь, поднимающий пыль на равнине, то и горделивый монах, возбуждающий страстные движения в монастыре. 46. Ангел на земле, добрый монах, неуязвленный стрелами сластолюбия. 50. Не вдавайся в гордыни, чтобы не пасть страшным падением. 47. Подражай смиренно мудрию Павла, чтобы сделать все и сонаследником ему. 48. Избери себе в образец Моисееву кротость, чтобы Бог притворил каменное сердце твое в озеро водное, и ты, испытав благотворность этого, мог хвалебно возглашать, на водах покойных воспитал меня Господь. 49. Познай, как прекрасно смиренно мудрие, и его избери себе, потому что оно возводит к небу. 50. Добрая награда предложена тебе за смиренно мудрие, Царство Небесное. 51. Не вознероди о нем. 52. Юный монах презирает тщеславие, да утверждается в целомудрие. 53. Монах, напоеваемый целомудрием, новонаслаждение, освященное Богом. 53. Пост узда монаху. Кто свергает в себя эту узду, тот делается конем женоннеистовым. 54. Юный монах, не обуздывающий чрево, не удержится от греха плоского. 55. День и ночь прилежно пребывает в молитвах бодренный монах, ударяя сердце себе, проливает он слезы и низводит на себя елей с неба. 55. Древо жизни на земле. Монах, непреданный страстям и восприявший ангельскую жизнь. 56. Самый острый меч на дьявола. Псалом в устах монаха. 57. Сухое дерево у Елисея извлекло из глубины железа. 58. Тело же, сделавшееся у монаха сухим, извлекает душу из глубины страстей. 59. Пост монаха иссушает токи слостолюбия. 60. Пределам поста монаху смерч, и прежде кончины, да не оставляет его. 60. Меч на страсти бодрствования монаха в молитвах. 60. Предел молитвы монаху не назначен, потому во всякое время да благословляет он Господа. 60. Монаху, не удерживающему языка своего в день гнева, нелегко совладеть и со страстьми. 61. Монах, гневающийся, убивает душу свою и острыми стрелами уязвляет ближнего своего. 62. Вооружай себя прежде искушения, это поможет тебе в искушении оказаться благоискусным. 63. Не стяжевай богатство и не удобряй плоти. 64. Путь узкий и тесный, требует отложить в сторону все, что не пользует на нем. 65. Подражай Павлу. Все, почитай засор, чтобы приобрести Христа. 65. Богатство и удобрение плоти не будут допущены во врата небесные. 66. Возлюби же нестяжательность и воздержание, и не останешься вне этих врат. 67. Огонь, палящий в монахе, сластолюбие, вожженное винопитием. 68. Христос – преснотекущий источник. Из него, почерпая, угоси смрадный костер. 69. Не произноси слово худого, иначе сделаешься виноградником, произращающим терния. 69. Самые приятные слова употребляй в разговоре с ближним, подражая пчеле, которая всегда приносит мед, не имеющий горечи. 69. Легкомысленный монах волнуется бурею помыслов, владеющий же собой подкрепляет себя евангельскими глаголами. 70. А нерадивый монах подавляем бывает помыслами, как пшеница тернием. 71. Не держи в сердце своем злого слова на брата своего, чтобы можно было тебе возглашать в молитве. 72. Остави, как и мы оставляем. 73. Венец похвалы для монаха – мир и святыня. Кто приобрел их, тот узрит Господа. 74. Мудрость монаха не в знании, какие нести должно труды, а в разумном их несении. 75. Кто таков, тот ни слова мучит, а делом вразумляется. 75. Мудрый монах, ратуя с полчищем бесом, не бывает уязвленных стрелами. 76. Укрепляясь крестом Христом, сокрушает он главу змею. 70. Драгоценное достояние монаху – девство, озаряемое светом милостыни. 77. Стижавший его и сохранивший, несомненно, войдет в брачный чертог. 78. Соблюди заповеди Вышнего, храни правила отцов, и будешь наследником Царства Небесного. 79. Монах, вольный и продерзый, впадает в искушение и сеть дьявольскую, а кроткого встретит мир и венец в святыне. 79. Монах, пространно питающийся, впадет в обобщение и ночные мечтания, упостящегося же ложа нескверный и сон безмятежен. 79. Монах, богобоящийся, не потерпит ничего зловредного, потому что такого хранит Господь, и в день смерти будет у него примирительная жертва. 80. Покорность монаха не в великих подвигах познается, а испытывается в искушениях. 80. Терпение монаха в скорбях, соблюдаемое верно, приобретает ему непостыдную надежду, и дохранит он его до последнего издыхания, потому что претерпевший до конца спасется. 81. Терпи, монах, ибо время терпения коротко, а века наслаждения нескончаемы. 81. Песнословие у монаха да будет неумолкающим, потому что серафимы словословят немолчно. 82. В устах твоих, монах, да будет духовная песнь, облегчающая бремя постигающих тебя искушений. 82. Послушливый монах с благим дерзновением будет стоять при кресте, потому что на кресте Господь, бывший послушливым до смерти, смерти же крестная. 83. Голос монаха в молитвенной кротости искренне довозносится к Богу из недвиженных уст. 84. Истинное светило на земле, монах, не поползнувшийся языком своим. 85. Кто таков и не осквернял тело своего грехами, тот друг Христов. 80. Страница 484. Святого Ефрема Сирианина. 81. Советы подвижникам. Второй том добротолюбия. 82. Если страх Божий объемлет монаха, то он как столб непреоборимый. 83. Монах, который не приобрел страха Божий, удобно будет пленен противниками. 84. Чистый свет на земле, монах, у которого нет ничего, потому что сребролюбие, будучи корнем всего злого, не приносит добрых плодов. 85. Лучше монаху есть мясо и пить вино, чем в пересудах поедать плоти братьев своих. 86. Золото испытывается в огненной печи, и монах познается во множестве монашествующих. 87. Руки монаха добудут преподобно простираемых Богу на поражение врага, подражая Моисею, который руками, предизобразив крест, преоборол Амалика. 87. Обильная благодать на монахе распятом и ежедневно умирающем. 88. О нем радуются ангелы, приемли его в небесное царство. 89. Уздад для страстей пост, а умершление страстей – молитва с милостыней. 90. Белеет снега монах, который выше плотских страстей. 91. Единого возжилав Христа, узрит он, как Христос увенчает его в день благостыни. 91. Монах-шепотник разгонит множество монахов и рассеет друзей. 91. Змей шепотничеством изгнал Еву из рая. 91. И монах-шепотник ему подобен, потому что душу ближнего губит и своей не спасает. 89. Кто разумно поет в сердце своем, тот услышан будет Богом. 91. Душа монаха не рассеян и молитва. 92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...